Хотя ты знаешь, что у нас нету цензуры? Да, я не буду просто говорить. Съемочный день сейчас в районе миллионов гривен. Вот как ты понимаешь, что хорошо работаешь или нет? Я хорошо не работаю. Там у нас вот в ананасе есть ромашки. А какие вам кипя оставят? Что это? Ну, я думал, что я поступил на дизайнера. Я думаю, университет, если называется технологией дизайнера, там всех учат дизайну. Друзья, это Большая Рыба, это блок об IT-предпринимательстве. И сегодня мы в креативном агентстве Банда. Поэтому мой гость Павел Ржечь, креативный директор этого агентства. Чем известна Банда? Банда известна тем, что совсем недавно они получили Каннского льва за проект Евровидения. И говорить мы будем сегодня о Евровидении. Мы будем говорить о рекламном рынке. Мы будем говорить о рынке креатива в Украине. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. До конца лета остался всего лишь один месяц. И мы решили среди подписчиков с нашего канала разыграть вот этот замечательный девайс. Это Apple Watch третьего поколения. Все, что нужно сделать, в комментариях к этому видео оставить свои пожелания относительно следующего гостя рубрики Большая Рыба. И 17 августа в прямом эфире на нашем канале мы осуществим этот розыгрыш. Для того, чтобы не пропустить розыгрыш, вы можете поставить колокольчик или же просто следить за новостями. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо, что смотрите. И удачи каждому выиграть вот этот замечательный девайсик. Паш, главный вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты вообще пришел к креативу? Чему ты учился? Какими навыками нужно обладать, чтобы быть вот там богом в креативе? Давай с каких-то попроще начнем, а потом этот еще раз сделаем. То есть я же сразу растерялся. Хорошо. Что-нибудь попроще. У тебя позиция креативный директор. Да. Креативный директор банды. Ты можешь сказать несколько шагов, которые привели тебя к этой позиции? Я начинал как дизайнер. Это было в 2003 году. В 2001 я поступил в университет в Киев, приехал учиться. И в 2003 или в 2002 даже, где-то на втором курсе, мы с друзьями двумя сделали дизайн-студию. Мы просто умели фотошоп и решили, что сделали микросайт и сделали дизайн-студию. То есть вы планировали веб-дизайном заниматься? Ну мы интерьеры, мы тогда еще не было модных слов разделять, там специализации. Мы делали все интерьеры, сайт, открытку. Наш самый первый был заказ, наших первых заработанных 80 или 100 долларов. Мы из Аракала клеили таблички в эпицентре, которые отделы указывают. Да, да, да. Там сантехника, там электрика. Вот эти все таблички, они здоровые, потому что высоко висят. И вот мы всю ночь их распечатали, клеили, и вот Аракал клеили всю ночь. Это были наши первые заработанные деньги. Хорошо, пошла студия, да? Студия. Потом я участвовал в молодежных конкурсах рекламы. Меня пригласили в агентство, тогда называлось Адвенталол, стажером. Я прошел, не прошел испытательный срок, и меня попросили из него обратно. Почему не паркшо? Ну, Жене не нравилось, как я делал, наверное. А что ты делал? Придумал рекламу. Надо было придумать рекламу. Там для каких-то шоколадок, для какого-то пивного бренда. То есть идею, реализацию и так далее. Да, придумать идею. Но мне как-то не сложилось. Мне казалось, что складывается у меня, Женя казалось по-другому. Потом я опять вернулся в дизайн, поскольку меня попросили из Вол. И я на Киевском фестивале выиграл спецприз жюри, по-моему. Тоже сделал какую-то работу. И тогда Ярик Вивьорский, он пришел в Лео Бернет. Он пригласил меня, ну типа ему понравилось, пригласил работать. Я начал работать в Лео Бернет как арт-директор. Ну и, собственно, банда это уже истоки из Лео Бернета. Там у нас внутри Лео своя банда организовалась. И мы потом просто взяли и переехали в свой офис и все. Откуда появилась банда? Ну вот мы дружили с Егором, с Яриком делать проекты. Нам нравилось. На обеды ходили, такой банда. И там еще было пару людей. И вот мы троем решили, что давай пробовать свое. Ну я вот тут пообщался по профилю людей. То есть вы просто, ну такое ощущение, что вы просто берете там талантливых людей. Вы можете сказать, чем вы занимаетесь компанией, ну в банде? Я придумываю визуальные штучки. Визуальные штучки? Я дизайнер, да. Мальчик сказал, что вы принимаете его работу. Не, на самом деле у нас креативный директор отвечает за креативную идею и за принятие идеи. Я как арт-директор просто с дизайнером работаю в паре. Вы арт-директор? Да. А какие вам KPI ставят? Что это? Вы не знаете, что такое KPI? Креативщики, они не знают, что такое KPI. Нет, не знаю, это коэффициент полезной действии. Да, ключевые показатели эффективности, да. А что нужно, чтобы работать арт-директор? Какое образование? У меня нет профильного образования, у нас не учат. Арт-директорство креативности вообще нигде не учат. Вот, это, не знаю, важно хотеть и важно понимать, что если там тебе нравится творчество, то, возможно, можно попробовать. Какой-то ты попробуешь, ты понимаешь, что это твое или нет. Ну, то есть... Но бэкграунд все равно есть, есть образование? У меня образование маркетолога, но я закончила только по Калаврат, но я на третьем курсе уже пришла в банду, я уже работаю здесь четвертый год. И меня взяли на стажировку, я за два месяца пришла. И важно смотреть видео в интернете, я считаю. Ну, то есть, смотреть каждый день, ну, каждый год каннские ролики. Ну, тренды, что делать? Мы, когда ищем людей, мы называем это, если в человеке суперсила. То есть, мы нас обеседуем, всегда пытаемся понять, в чем его уникальность и суперсила. У кого-то это в идеях, а у кого-то, может быть, даже не в идеях, да. И если это есть, мы таких собираем, вот. А там творчество, в том числе, попадая в окружение сильно талантливых людей, ты сам начинаешь быстро расти. Сколько вы можете искать человека? По времени можем... Ну, арт-директор, возьмем позицию, арт-директор. О, мы ни разу его, кстати, еще не искали. Ну, у вас их четыре, нам сказали. Да, по-разному может быть. Ну, вот там джуниор аккаунт мы ищем уже, по-моему, два месяца ищем. В Киеве такая проблема? То есть, аккаунт, это, по сути, project manager, да, человек, который ведет? По сути, да, это такая мама проекта, мама, которая ведет проект, которая ответственная за все это. А что не папа? А что не папа? Ну, так исторически сложилось. Никаких гендерных у нас нету пожеланий, на самом деле, и предпочтений нету. Ну, так вот пока складывается, что все девчонки у нас аккаунт, и все у нас девочки. Джуниоры. Скажите, а сколько вы платите джуниору? Не могу сказать. А у вас есть ценности какие-то, то есть, вы как-то тестируете? Только сегодня, кстати. То есть, исключительно? Ну, только сегодня мы закончили встречу, которая называется «Ценности банда». Какие ценности банда? А мы ее не закончили еще. А, то есть, вы еще не определили, да? Писок буквально до одного слова, и, пожалуй, самое главное для нас – это искренность. Искренность. Искренность, да. А клиент? Клиент что? Обсуждалась такая ценность, как клиент? Конечно, там есть целый раздел, посвященный развитию клиента. Как вы собираетесь искренность тестировать человека, который придет? Вот я пришел к вам на работу, вы считаете я искренний или нет? Ну, мы задаем такие вопросы, знаете, когда человек говорит о вещах, которые неудобно говорить, когда он говорит это прямо, ну, например, приведу простой пример, девочка недавно была на собеседовании, и мы ей рассказываем про ревью, про стратегические сессии, про PPM, про все вот это, и она сидит, говорит, меня как бы смущает, я не знаю ни одного из этих слов, что вы сказали. Это искренне. То есть, вы готовы таких людей брать, учить? Да, это то, что подкупает в том числе. В принципе, то есть, вы постоянно на волне, и вы постоянно презентуете новые проекты и интересные проекты. Вот в чем успех держать вот эту планку? Хороший вопрос. Я думаю, что мы довольно сильно не удовлетворены тем, что мы делаем сейчас. То есть, мы себе хотим делать лучше. И мы каждый раз думаем, блин, можно было еще сделать лучше, и мы хотим в следующий раз сделать еще лучше. То есть, у нас нет такого, что мы сделали лучше, что могли, и вообще мы красавцы. Мы всегда, ну, тут чуть-чуть не дожали, тут чуть-чуть не дожали, тут чинь-чинь-чинь. То есть, мы, вот у нас сомнения, они есть, мы какими-то там себя особыми не считаем. Ты можешь назвать какую-то точку, в которой ты будешь чувствовать себя полностью удовлетворенным? Нет, я думаю, у меня, к сожалению, характер постоянно требующий нового. То есть, как только я, например, удовлетворяюсь в рекламе или в дизайне, я так посмотрю, что там есть рядом. О, музыка! А там я полный профан, побежали на музыку. Всегда интересно что-то сложнее, что-то важнее, масштабнее. Поэтому мы постоянно голодные, как Джобс Круташ говорил, да, stay hungry, stay foolish. Вот мы, нам все время мало. После евро, что тебя сейчас драйвит? Я думаю, это драйвит и до евро, и после евро. Мы хотим, чтобы креативность в этой стране стала значимой. Чтобы она ценилась, использовалась, чтобы гораздо больше бизнесов поменяли креативность. Что ты для этого делаешь? В первую очередь, эффективность проектов. То есть, мы должны показать на своем примере, что хороший креатив гораздо дает больше результатов. чем любой другой способ. Вот, кстати, я задавал вопрос с ребятами. Как вы определяете, что… Мы общались с паренью, занимается дизайнером. Я говорю, как ты определяешь, что вот этот продукт, его можно показывать клиенту? Говорит, ну, как-то… Вот у меня есть арт-директор. Арт-директор пришел, сказал, окей, хорошо, окей. Ну, мы говорим о планке, мы говорим о каком-то измеримом результате. Ну, наверное, это наша роль топовых людей в агентстве, да, которые занимают должность креативного директора или директора по стратегии. Это как раз говорить, это уже оно или еще нет. Определять, то есть мы определители. Какие-то конкретные вещи там, ну, я из другого бизнеса, мне это тяжело. Ну, окей, я с тобой согласен. Как мы можем определить, как можно измерить креатив конкретно? Как вы меряете, что это рекламная кампания классная? Мы меряем всегда, на самом деле, теми же показателями, которые меряет клиент. То есть какие для него ключевые показатели. Рост объема продаж, рост знания бренда, отношения к бренду, если надо поменять. Вот для нас это… Мы работаем на эти показатели и только ими и меряем. Вот как ты понимаешь, что хорошо работаешь или нет? Я хорошо работаю. В случае, если клиент приходит с ожиданиями завышенными, вы работаете с его ожиданиями? Не могу вспомнить таких случаев. Обычно все-таки к нам приходят клиенты сильно подготовленные, которые уже не первый год на рынке, которые понимают какую-то динамику, что они могут, что не могут, что для них хороший рост. И, как правило, ожидания очень объективные, у них нет цели что-то задрать, но это же не детский саджево. А давай скажем плюс 500%, и они напрягаются, и получим хотя бы плюс 400%. То есть все обычно очень реально и очень понятно и объяснимо. То есть они объясняют, что у нас так было-было. Вот, допустим, мы столько тратили, и такие-то получали показатели. Мы хотим сейчас получить больше. Мы понимаем, что нужно столько проинвестировать. И вот если мы ожидаем такое-то, мы смотрим, говорим, ну, вроде да, логично. А есть случаи, когда вы не берете за проект? Конечно. Мы не беремся, мы больше 300 приглашений в год получаем, а делаем 30-40. То есть мы не беремся в 250 проектов. Критерии отбора? Я не думаю, что у нас есть прям где-то так написано, что мы не работаем. Но это первые 100% это люди с той стороны. То есть насколько мы думаем, что мы сможем с ними сработаться, насколько они адекватные, насколько они заинтересованы в нас. То есть это для нас ключевое, потому что все-таки это бизнес. Люди работают с людьми, и как бы ты ни старался, если с другой стороны будет саботироваться или другое видение, ты ничего не сможешь сделать. Какой бы ты ни был молодец, если с другой стороны играет за другую команду, а не в твоей, то все, тебе хана. Тебя просто уничтожат письмами, претензиями, правками, консернами. То есть это всегда ты будешь виноват на каждом шагу. Поэтому химия людей – это ключевое. Второе, сейчас мы все больше смотрим на значимость проектов. То есть это должны быть большие, значимые в стране проекты. Как клиентов, так это могут быть некоммерческие, но нам хочется делать значимое. То есть тратить свой ресурс на что-то большое, заметное, что может повлиять на культуру, визуальную культуру. Это второй и, наверное, какой-то интерес. Нам что-то может быть интересное, что мы еще не делали. Оно может быть совсем другим. Мы можем в это ввязаться, просто потому что нам интересно попробовать себя в чем-то новом. Насколько вам хватает емкости рынка Украины для того, чтобы реализовать свои идеи? Я почему спрашиваю? Потому что есть Андрей Федорев, да? Вы, наверное, там где-то дружите, где-то конкурируете. То есть он пошел в Германию, то есть очень много об этом говорит. Насколько вам хватает рынка Украины? И насколько ваши амбиции работать с другими проектами за пределами Украины? Мне сложно сказать, насколько рынка хватает. Я не знаю, какой он Украины. Ну, то есть я вот прям не знаю объем. То есть оно варит, да? Пока очередь стоит, все хорошо. Да, да. Ну, то есть сейчас это вопрос только объема нашего производства. То есть если бы мы могли в два раза больше производить, то мы бы имели в два раза больше клиентов. То есть это прям не вопрос клиента, это вопрос к нашим ресурсам, что нам нанимать людей сложнее, чем находить клиентов. Поэтому пока он для нас большой. Плюс у нас есть цель. Мы хотим всех самых талантливых людей собрать, талантливых и адекватных, наверное, это важно, талантливых и адекватных, собрать в одном месте, чтобы они друг друга делали еще сильнее. И я думаю, чем дальше мы будем идти к этой цели, тем мы будем становиться больше, потому что мы просто будем уникальным инструментом. То есть если тебе удается собрать самых сильных людей на рынке, то ты станешь уникальным инструментом. И тогда ты можешь этот рынок менять в том числе. Вопрос всегда, что ты можешь цену менять. Ну, уникальные люди же в том числе сложно держать. Ты понимаешь, какое это число людей, с которыми тебе комфортно работать в компании? Если мы создадим правильную культуру и научимся передавать знания свои, тогда рост не будет такой большой проблемой. Поэтому мы в последнее время очень много-много тратим времени. И сегодня это видео, как раз речь была с этим в том числе связана. Это не формирование, это, наверное, озвучивание культуры. То есть ее не то, как она есть, она происходит, теперь мы ее должны описать, чтобы мы ее могли передавать новым людям. Проще, чтобы им не надо было полгода работать, чтобы проникнуться. Потому что очень часто, когда новые люди приходят с агентств, то мы прям про это много говорим, что нам приходится их перестраивать под наш тип мышления, наш тип работы. Они могут быть сильно талантливыми, но они привыкли по-другому. Можем поговорить о проекте Евро. Да. Проект Евро, насколько с твоей точки зрения из десятибалльной шкалы соответствует твоему внутреннему показателю качества? 9 из 10. Моушен, мы не дотянули моушен. По моушену, по анимации, это всего можно было смелее и интереснее быть. У нас не было специалиста внутреннего. Это, кстати, нам тяжело по моушен дизайну тянуть качество на аутсорсе. Все-таки мы привыкли все сами делать. А это был аутсорс? А моушен на аутсорс был. Ну, то есть был, кто монтировал. Мы там часть сами монтировали, она мне, кстати, нравится больше, анимировали такие доказательства. Но вот моушен, где мы могли еще круче сделать. Слушай, а какие еще были идеи? На евро? Да. Была очень хорошая идея с соловьями, которые плетут как бы венок. Там идея была, что у соловьев есть вот такие типы соловьев в Украине есть, которые... Мова соловьина, да, с певочей. У них такие очень яркие грудки. И мы взяли за основу эти грудки, которые одноцветные, ты там можешь наваливать цвета, градиенты, и оно там хорошо скручивалось. Были интересные, мне нравился визуальный заход, соединения, тримбиты, но они все, видишь, все были такие чуть более очевидны, поэтому и не прошли. Тримбиты с подсолнухами, то есть там было, с цветами даже скорее, тримбита. У нее там... она получалась такими, как динамиками очень... Там как раз вот... Там хорошо моушен ложился, там оно все... Это второе было, какой же был третий? Светлячки были третий. Это про... Что... Там концепция была, что... Про добро. Что типа... Что... Когда люди поют, это всегда счастье и добро. То есть... Когда у человека плохое настроение, он не поет. Слушай, а как так получилось, что в Украине вы прошли только шорт-лист, а там вы взяли льва? А мы не подавали. А, мы в Украине не подавали? А почему? У нас какой-то момент в Украине стало разочарование в украинских конкурсах креативности. И мы перестали участвовать. Взяли на пару лет паузу, посмотреть, что будет. То есть мы хотим все-таки выигрывать на глобальных. Это для нас интереснее и сложнее. А как ты вообще оцениваешь рынок рекламный, креативный в Украине? Он меняется? Он растет? Я думаю, растет. Я думаю, растет. И становится все более профессиональным, все более интересным. Все-таки доступ к знаниям, он сильно влияет на то, что ты сейчас можешь любые знания в интернете получить. И я думаю, он становится гораздо интереснее. Он становится больше про качество продукта. Потому что раньше рекламный рынок очень сильно был про там пришли сетевые агентства. Типа у нас якобы есть какие-то знания сетевые, контракты сетевые. Вот тут так это все. И в этой системе все делали. Никто даже не пытался поднять голову, разобраться, а правильно ли так делать. Просто все так делали. Вот так все происходило. Сейчас эта схема поломалась. Сетевые агентства сейчас далеко не фавориты на украинском рынке. Плюс ты говорил о том, что там большая коррупционная составляющая. Что ты имел в виду? Ну, в рекламном рынке, особенно в съемках, там очень много в свое время было. В медийке. До сих пор, к сожалению. В медийке ты имеешь в виду телевизор? Да, с покупками дети, да. Да, там много коррупции. Что сейчас поменялось? Вот ты говоришь, меняется. Мне сложно говорить про весь рынок. Потому что мы из этой схемы выпали изначально. Потому что мы никогда не участвовали и не брали, не давали откаты. И он спрашивает, типа, это как бы вот изначально? Наверное, изначально, потому что мы просто не умели. Если бы умели, то это бы не мешало. Три креативщика. Открыли агентство. А знаешь, мне кажется, когда эти коррупционеры, у них есть какие-то вот эти свои знаки. Схемки. Да, типа, они там шуточку пошутил туда-сюда, тот ему подыграл шуточки, и они как бы поняли, что у них есть контакт. А мы, поскольку бараны вообще ничего не знали и не понимали, то мы, наверное, этих знаков никаких и не считывали. И не знали, как их подавать. И нам никто не предлагал, и мы не знаем, как. И у нас так все сложившееся, оно пошло, типа, на искренности, какие есть, мы делали. Нам все говорили, когда нас спрашивали, что у вас нет, нет, это как это так? Это вы же, типа, теряете, ты должен потерять, где-то, я думаю, минимум 30% своей оборота. Вот, то есть, если ты отказываешься от схем, ты теряешь на... Грубо говоря, 30% приглашений, которые приходят в компанию, это изначально приглашения со схемой. Они разные, ты можешь, если ты тягачишь к этому, ты можешь выжать из этого, ну, например, ты снимаешь ролик, ты там в год снимаешь 20 роликов, а средний бюджет ролика, съемочный день, сейчас в районе миллиона гривен, то есть, один ролик, один съемочный день, другой может быть три дня, то есть, там, допустим, если даже один миллион гривен, ты снимаешь 20 миллионов гривен, и можешь иметь 30% с этих денег, ничего не делаем. Это чисто откатом, плюс заработок. Да, а там индустрия, более-менее, она так стала такой, вот, кто-то 10, есть кто-то особо наглый, там, есть истории, до 70% доходили, ну, то есть, снимается на 30% от бюджета. Ну, и сетевики продолжают так же работать? Я не знаю, как работают сетевики, я думаю, сильно изменилось, в том числе, мы сильно на это повлияли, потому что мы, мы костыш выставляем без учетов этих всего, да, и у нас съемка, то есть, получается, там дороже, снимают, то есть, эти деньги не заложены, и мы всегда становились примером, вот, типа, кто-то говорит, все так делают, они говорят, нет, не все, вот банда не делает, банда не делает, 2-3, не делает, потом кто-то думает, типа, так можно же не делать, вот есть пример, а что если не делать? Потому что на самом деле никто в этом не хочет участвовать, все хотят заработать эти же деньги честны, хотят вот эти же 30 пациенток, которые заказывают съемку, сказать, вот я за креатив хочу больше, и не буду доставать со съемок, то что, в сумме деньги те же, как бы, общий котел день. То есть, ты можешь получить лучше продукт, инвестируя в продукт, получить лучше результат. Да, просто сейчас он там, например, ставит за креатив 100 тысяч гривен, а потом 500 тысяч достаётся съемок, а так он сразу 600 поставит за креатив, и снимет. Сколько у вас стоит проект? Разные цены есть у нас. то есть, те деньги, за которые вы готовы общаться. Смотри, у нас большой брендинг, это где-то 70-100 тысяч долларов, а интегрированная... Что ты называешь, вот для меня, как для барана? Ну, это брендинг, масштабы конфи, око, такие проекты. это идея, это реализация, это стратегия брендинг? Это было гораздо дешевле, но это вот масштаб брендингов таких, да, это бренд-стратегия, и весь потом дизайн, весь брендинг, его выпущение. А интегрированная рекламная компания, это где-то 60-70 тысяч долларов. Интегрированная рекламная компания, это уже получается пост-брендинг, да, то есть, она может быть, ты можешь к брендингу ничего не делать, ну, например, для участия у клиента с брендом, все окей, им не надо. И что тогда... Им просто надо рекламную компанию сделать. А, просто рекламную компанию. стратегия коммуникационная, типа, на кого целиться, о чем говорить, так, чтобы нас услышали и поняли, и потом, как это будет выглядеть в креативе. То есть, это... В креативе продакшн отдельно, да? Отдельно продакшн, да. Евро-это госзакхи, на касс. Да. Не просили денег? По-моему, мы выставили им сначала... миллион, наверное, или миллион чем-то, я не помню, думаю, мы это сделали, в итоге 400 тысяч был контракт с НДС. 400 тысяч гривен? Гривен, да. Сколько времени вы работали? То есть, какая команда? Наверное, года пол, может, чуть меньше. Полгода? Ну, мы сначала работали пару недель, пару недель на презентацию, а потом на воплощение очень много работы. Да, это проект по финансам 100-поцентный минус для нас, потому что там очень много работы, там много, большой брендбук, там много нам было всего делать. Так мы только на кейс потратили, чтобы его собрать, купить музыку и все остальное, потратили, не знаю, тысяч 50 гривен, а может и больше, только вообще там на покутку стоков, которые нам обещали вернуть и не вернули. А сюда что не вернули? Делайте все, мы сейчас вам потом вернем. Но если поступит еще заказ, пойдете? если важные, значимые в этой стране проекты, нам интересно делать, то есть они разные, это может и брендинг BDNH, который, да, он прям, это такой объект, он гораздо больше, чем Киев по значению, чем в масштабах Киева по значению, то есть это национальный, вот, и такие разные вещи нам интересны, мы в них входим и стараемся делать, если у нас есть ресурс. Слушай, еще раз о конкуренции, кто ваш основной конкурент? Я думаю, основной Андрей. Андрей, да? Ну, вы все-таки очень разные. Да, у нас, я думаю, в этом и кайф, у нас разные культуры, разные подходы, и, как бы, и мы разбираем разных клиентов, поэтому, как бы, и конкуренты, и не конкуренты, вот. Ну, интересно. И мы друг другу, я думаю, тоже помогаем, мы друг друга пушим, не расслабляться. Кого ты считаешь, все-таки главным, круче, круче, агентством, креатив? В Украине? Да. Никого? Почему никого? Еще никто не заслужил этого, чтобы быть прям чем-то. Какие должны быть маячки? Я думаю, повлиять на этот рынок сильно. то есть, ты как бы долго, системно что-то делаешь, что меняет и влияет на этот рынок, и становится каким-то большим примером. У вас есть собственная школа, это один из элементов влияния? Мы совладельцы, то есть, мы партнеры в Академии, в Каме. Сколько вы существуете уже? Шесть лет. Шесть лет, да? То, что мы начали не лучше. В 2011, там такой микрокризис какой-то был, там что-то реклама сжалась, мы там барахтались, у нас ничего нет. Первый год мы, ну, там, первые полгода мы вообще ничего не были. Ярик наш, мой партнер, есть Егор Ярослав, так вот, денег не было настолько, что Ярик пошел в приват кредит брать, и там всякие документы давал, показывал, и его там проверяли, потому мы позвонили, мы вас поздравляем, ваша кредитная линия одобрена, он побежал с радостью. Туда ушли денег? и говорит, вам ваш лимит 500 грин в месяц. Класс! Вот, и поэтому первый год это было просто выживание, типа, маленькая квартира-офис, зарплаты себе не платили только сотрудникам, то есть это было просто выживание. Второй год начало что-то там получаться, и там как-то, а вот как раз, какой-то микрокризис, я помню, случился, что вроде только начали подниматься, опять что-то на рынке. В 13-м война, собственно, не про креатив было. Потом только начали, о, пошло заказы, уже какие-то большие проекты начали делать, уже вроде все, потом бах, Майдан, и весь рекламный рынок прямо сфлопнулся, мы время Майдана 3 месяца вообще не зарабатывали, ну, то есть мы не делали коммерческий, мы просто там плакаты, какие-то ролики снимали, мы каждый день, мы просто весь креатив делали на Майдан, и денег вообще не зарабатывали, и просто тратили, тратили, сжигали, где-то вот, после Майдана, наверное, мы полгода сжигали накопленные, нам очень не хотелось расставаться с людьми, кого-то там увеняли, мы просто свою подушку, денег сжигали, 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 потом после этого пытались как-то, вот так надо уже начать зарабатывать, пока экономика восстановится, то есть мы, мы, вот в рекламе, я знаю, там где-то в конце 90-х, по-моему, там были за это время рекламы, когда там прям агентство заработает какие-то феноменальные деньги, там все, купили. Ну, 90-е, да, 90-е были. Вот мы в такой период ни разу не попали, то есть вот мы как открыли агентство, мы все в турбулентности разного типа турпы. Сейчас для нас, я думаю, самое лучшее время, мы прям, экономика растет, все наши клиенты растут, и у нас растет объем заказов от наших постоянных клиентов, новые приходят. Вы критерное агентство, можешь сказать, о каких суммах идет речь? Могу, но, наверное, не хочу. Ну, давай, давай, вот давай, во-первых, я перечислю, оборот, месячный. Я не знаю. ну, ты знаешь, но ты партнер. Хорошо, давай, давай, я не мере, месячный оборот. Я у тебя зарплату. Не скажу. Годовой оборот. Ну, я не, не люблю вот этих разговоров, поэтому я не знаю, что это даст, мне кажется. Мы, мы внутри хотим это сделать публичным, наверное, когда мы сделаем сначала это внутри, публичным, тогда мы начнем внешний рассказ. То есть мы в агентстве хотим открыть финансовую, ключевые финансовые всем. Всем, да? Чтобы оборот, расходы, налоги, расходы на зарплаты, на содержание офиса, чтобы все знали и все понимали, в принципе, да, что если мы где-то что-то там затянули, просели, чтобы понимали, ну, то есть для людей, как правило, успешный, неуспешный финансовый год, они узнают в конце года от своих бонусов. У вас три партнера. Кто отвечает за вот этот предпринимательский талант? Ты предприниматель? Ты как креативщик? Как оказалось, да. Как оказалось, да? Я всегда знал и думал наоборот. А какими направлениями, за какие части бизнеса отвечают твои партнеры? Ну, Ярослав за стратегию отвечает, он директор по стратегии. Егор сейчас отвечает за HR очень сильно и тоже за развитие агентства и за креатив. То есть с Егором мы больше пересекаемся, Ярослав. То есть бизнес-планирование и все это про тебя, да? Ну, мы стараемся это все вместе делать. Не, ну, мы сидим вместе, мы прям обсуждаем все и все вместе делаем. Но, наверное, у меня вот этот голод предпринимательский сильнее развит. То есть где там, куда пойти, чтобы где-то оказаться. Я более... А кто продажами занимается? Наверное, больше всего переговоров провожу я и хочу себя из этого избавить. мы по переговорам в свое время себе технику такую какую-то выработаем, называется техника аматора или еще чего-то. Мы поняли, что нас в переговорах сильно бьют. Ну, типа, ты приходишь, мы ведем там пару переговоров в месяц. Мы приходим, не знаю, к клиенту, который до обеда провел уже три переговора. И это, знаешь, как овца против волка приходит и тебя и ты как бы пришел один себе что-то минимально представлял, ушел в два раза меньше вообще, чем себе. И как-то и ты уже этот проект делаешь... Ну, то есть на самом деле происходит луз-луз. Мы проиграли, кем-перверен, потому что нам это тупо невыгодно уже делать. Мы уже, типа, каждый день думаем, блин, зачем мы это взяли? Блин, зачем мы это взяли? Блин, вместо того, чтобы просто делать. И в итоге всем плохо от того, что мы вели плохие переговоры. Слушай, в чем все-таки отличие? Стратегия бренда и коммуникационная стратегия? Ну, коммуникационная это рекламная компания, стратегия, типа, как действовать, чтобы сделать рекламную компанию. А бренд, стратегия, это уже шире, это как и внутри какая компания, и как она себя чувствует, и какие миссии компании, в том числе, ценности. Вы работаете с миссией, с ценностями? Да, да. И с визией тоже, в том числе? Да, да. Мы как раз вот это очень хорошо, потому что мы в какой-то момент, его осенило, и он научился делать их рабочее. Потому что большинство, когда пишут какую-то там бренд-стратегию, и вот эти все ценности, они все звучат круто в презентации, и потом никто ничего не делает, и не может вспомнить. После стратегии бренда есть еще стратегия реализации бренда? То есть, вы, наверное, научились делать... Да, чтобы это все воплотить, и все сделать. И вот как раз как не сделать банальности стратегии, это очень сложно. Потому что большинство стратегий, они невероятно банальны, из-за этого не рабочие. Потому что они не дают ничего нового. Ни рынку, ни компании. И вы, и Федерифт, в том числе, закрываете вот эти вопросы? Думаю, да, но думаю, по-разному. Как ты вообще считаешь, телек умрет или нет? Нет, конечно, он начнет расти. И в Америке телек начал расти. Он просто изменится. Он станет настолько интересным, настолько гибким. И все, что он обратно заберет, все. А как раз умрет все это YouTube, в которых уже столько рекламы, что невозможно смотреть. То есть, оно происходит, такой микс каких-то гибридов. И то, что каналы, что-то там, тренды появляются. Человек-то не меняется. Человек все равно хочет посидеть, отдохнуть, позырить. Купил новый телек, который подключен к интернету, и там же сразу встроен Netflix. То ты в итоге где смотришь уже фильмы Netflix? Но я думаю, люди, которые это покупают, даже не до конца понимают, они онлайн или оффлайн смотрят. Ну да, где-то такие. У них просто телек смотрят, то есть, для них это телек-коробка, которая показывает. Слушай, все-таки YouTube, ты так сказал, меня резонуло. Меня резонуло, что реклама там YouTube, все говно и так далее. То есть, много-много, ее много, им надо свою жадность чуть уменьшить, я считаю, что количество, рекламы уже становится, то, что начнет люди, вот то, что сейчас люди отталкивают от Facebook очень сильно, то есть, сейчас Facebook начинает, в развитой аудитории начинает сильно падать, потому что там просто уже вот эти тренинги, вот это все всех задолбало. Паш, какой проект должен состояться у тебя в жизни, чтобы ты сказал, что твоя миссия выполняет? Я думаю, проекта такого нет, но когда креативная экономика в Украине начнет занимать третью позицию в ВВП Украины, я думаю, тогда подумай, я привожу к этому, третью, это, ну, сколько, там, несколько миллиардов долларов. десятки миллиардов долларов тратится на креатив. Ну, объем креативной экономики. то есть, в том числе, продакшн. Вот, и, ну, сейчас айтишники какое место занимают? Айтишники, по-моему, если бы там, что-то около второго, третьего места. тогда еще меньше, потому что у них 3,6, там 3,6, то есть, нам надо 5, и мы их победим. Айтишники растут, сколько там, по 200 тысяч. они раньше начали расти, по 200 тысяч. Но мы же креативни, так что, мы можем их перескакать. Слушай, вот Канский Лев, что вам дало? Вам денег дали? Нет. Нет? Ничего, нам даже статуэтку не дали, потому что ее потом по почте присылают. То есть, вам дали подержаться, и все до сих пор? Даже не дали подержаться, потому что на сцене вручают золото. Серебро и бронзу на сцене не вручают. Ее объявляют, но поскольку там, типа, есть регламент по времени, вот, то ее не вручают, и потом тебе присылают по почте. Когда-нибудь. Я надеюсь. Когда-нибудь? Да. Я думаю, так что надо выигрывать золото, потому что сразу можешь его получить. Если бы тебе дали задачу создать новую радугу, какой бы она была? Я думаю, такой же. Это тут не надо чинить не сломанное. Если радуга гениальная, шикарная, и все ее любят, то зачем мне делать новую? Расскажи, пожалуйста, просто о времени, когда события развивались не так, как ты планировал что-то делать. Вот это было тяжелое время, когда прям денег не было совсем, и они не предвиделись на горизонте. Вот, мы ходили, я помню, с Яриком шутили, мы ходили там в столовую, такая вообще уже трэш-трэш, была, но дешевая. И нам все, мы так, чтобы нас никто не увидел, потому что мы же в интернете пишем. Ну, вы же ушли красиво. Красиво, мы в интернете посты такие, как там, типа, едем на встречу клиенту, еще ж, но мы ездили, ничего не подписывали. Ну, короче, а тут в пузатой хате, да? хуже. В пузатой не было денег, она была для нас дороговато. Вот, и мы там, сейчас кто-то увидит нас, вот тут с этими подносами. А мы еще очень круто, мы первый год, мы поехали в Канн и на яхте, вот, потому что это звучит невероятно круто, но на самом деле, это было дешевле, чем там очень дорогая, дорогое жилье во время Каннского фестиваля. И на яхте можно жить. Да, и там знакомые, на ней как раз жить, мы типа, то есть, по деньгам это получалось, и вот мы все, что заработали, это вот, мы открылись, типа, осенью, а это где-то летом, чуть меньше, вот, мы там что-то, это вот, на это все потратили, прям, чтобы жить, и у нас даже не было аккредитации, потому что аккредитация стоит там каких-то космических денег, но мы вели каждый день дневник из Канн, как будто вы там, но мы, в центре событий, да, и мы даже писали про лекции, хотя у нас из банды ни у кого, но у нас был знакомый Слава Фокин, он был из Твиги, и у него была аккредитация, и мы у него спрашиваем, что там, дай нам пару слов, что там было внутри, чтобы мы написали абзац, как будто люди думали, что мы ходим на фестиваль, вели дневник Каннские каникулы, и все это описывали, какие мы там делали фотки, ну все, успех, успех максимальный. Как ты считаешь, вот это вот, ну нельзя сказать неудача, вот это сложное время, оно стало каким-то уроком, чтобы вы побежали, это есть точку необходимым или нет, или все-таки может быть история успешной, там с первого дня. я думаю, вот когда мы работали в Leo Burnett, у нас было ощущение, что все люди вокруг знают, что они делают, и как надо делать правильно, а мы выполняли свою часть работы, то есть вот там, аккаунт-директор, эквайл-сервис-директор, они типа в курсе, как встречаться с клиентом, как готовить презентацию, как писать e-mail, а мы свою часть, как стратегии, у нас было чувство спокойствия, что люди, потом, когда мы ушли, и когда мы начались, мы поняли, так там никто ничего не знал, но ты внутри, и в том числе, да, но ты внутри системы, у тебя обманчивое чувство, что они шарят, что они делают, вот, а потом ты уходишь, и ты тоже ничего не знаешь, я помню, нам первый раз попросили, окей, скиньте смету, мы такие думаем, вот черт, а мы же ни разу не видели, как выглядит смета, мы креативщики, то есть я до того, когда мы открыли агентство, я ни разу в жизни не видел, коммерческого производства, предложения рекламного агентства, и в принципе не знал, где взять, там знакомый мой аккаунт, и написал, а можешь мне скинуть, как выглядит смета, мы там цифры поменяем, и все, потому что, черт его знает, что там написано, что должно, не нужно, мы реально, мы абсолютно в этом плане отчаянные, у нас не было с нами ни одного менеджера на старте, то есть мы, мы не знаем ни как тайминг делать, ни как сметы, ни как писать письма, ни как писать предложения, ни как делать новый бизнес, ни как, ну, мы до этого всего пару раз там что-то презентовали, и то только креативную часть, тендеры мы радикально начали делать по-другому, потому что у нас не было выбора, если бы мы делали тендеры, так же как и все агентства, которые выиграют 20-30% тендеров, то мы бы обанкротились, у нас нет денег, вы выигрываете сколько процентов? у нас сейчас где-то коэффициент, за все время, наверное, больше 90%, то есть в принципе мы за все время, за 6 лет проиграли, по-моему, 1-2 тендера, не возникает ли желания заломить цену так, что? а мы обычно на тендерах получаем цену больше, чем без тендера, вот так, то что мы уже сделали, мы уже сделали круто, клиент уже видит, что это круто, и он это хочет, и он не будет уже за 10-20 тысяч долларов брать вариант B, ну типа, что он, свой годовой маркетинг, сэкономит десятку, чтобы пойти с другой идеей, с идеей, который ему нравится меньше, нет, а он не может взять вашу идею дальше уже и тесно, самостоятельно, не возникает ли? ну я думаю, это не стоит их денег, это же не, ну зачем, чтобы что, или идея не стоит пока еще ничего, но она уже стоит, идея у нас как раз наоборот, мы даже сметы, поскольку мы не знали, как делать сметы, мы сметы по-другому начали делать, то есть у нас там нет по часов, мы вообще не считаем часы, у нас там идет, основная цена немного, как у музыкантов, то есть за идеи, то есть как музыканты, которые пишут музыку, то есть они себе продают не часы, которые он пипикал, как у тебя это происходит, то есть ты приходишь с одной идеей, две, три идеи, сколько дней, вы пришли с идеей, да, вот я заказчик, вы пришли с идеей, вы ее показали мне, если я сказал да, я уже должен, я уже плачу, это и есть тендер, мы презентуем, ты решаешь, что ты, мы тебе нравимся, мы обсуждаем финансовые условия, мы работаем, но мы в тендерах уже давно не участвуем, потому что сейчас спрос гораздо больше, чем мы, мы просто приходят клиент, нагарим столько денег, такие-то сроки, если им подходит, и мы друг другу нравимся, то мы начинаем, он платит предоплаты, мы начинаем работать. Вы работаете только по предоплате? Да, еще и 70%, мы, потому что большинство агентств работает после оплаты 3 месяца, а мы предоплаты 70%. Если бы тебе предложили изобразить твою жизнь в рекламном ролике, каким бы он был? Он бы был 6-секундным, чтобы успеть на ютубе перед этим, и это что-то было бы, типа проснулся, и все-то, ааа, и спать. Так, так, коротко. Ну да, чего, чего людей мучить? Сколько тебе нужно в среднем времени для того, чтобы убедить клиента в том, обычно презентация идет час, но хватает и полчаса. А часто просто, потом еще несколько часов идет обсуждение. то есть, если там ты сказал что-то, что срезонировало, зажгло, то начинается активное обсуждение, так, так, а вот мы делаем, то есть, ты сразу, и ты чувствуешь энергию, что оно. и иногда там просто мы, у нас бывает случай, мы там 5-10 раз прощаемся, что типа, ну все-все-все, мы пришли еще и опять болтаем, потом, ну все-все-все, мы пошли и прощаемся, и прощаемся, и прощаемся, и прощаемся, вот. Случай были, когда клиент говорит, у меня деньги с собой? Не, 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 ну, ну, мы закажем, не. У нас был такой, так, мне все нравится, у меня деньги с собой, мы тоже, погодите. В следующем году выборы, вам поступают предложения? Да, были, парочка, но мы так сразу деликатно. Политика для вас табу? Какие еще направления, с которым вы точно не работаете? С политикой не работаем, с табаком не работаем, и с мудаками не работаем, чем бы они не занимались. Водка? Не против водки, у нас нет принципиально, потому что водкой мы и сами можем выпить, то есть нет такого, я не считаю алкоголь каким-то большим злом, вот, это вопрос уже, ну, к нам что-то, мы не сильно умеем, я скажу так, мы по водке, у нас нельзя сказать, что у нас много что-то там сделано. А чем вот вы сильно умеете, что у вас, вот, кор продукт? У нас сейчас очень хорошо, с розницей, сейчас очень хорошо, ритейл, да? очень хорошо с бизнесами, с новой экономики, мы это называем, это все, и коммерс, и разные там, убер, ворк, тот же конфи, который в том числе, хочет наращивать, в онлайне, очень сильно, мы сейчас макпо делаем, это ребята, которые в американском рынке, невероятно крутые, ты прям, вот это самое время посмотреть рыбу с Сашей Касованом, у нас есть отдельная, большая передача, они прям красавцы, у них есть чему поучиться, они делают, прям, великую вещь, они в Украине, и это прям вау, мы с недвижимостью сейчас очень сильно прокачались, один из проектов Лун, да? Лун мы делаем, и мы делаем Кан, Кан это сейчас в Киеве топовый застройщик, который прям делает очень крутые проекты, и мы с ними делаем стратегию, которая, ну мы в принципе все стратегии любим делать в категории, отстраиваться от категории, то есть мы, мы Кан, сейчас наша стратегия для Кана, стратегия дифференциации, да, ну типа не быть застройщиком, вообще перестать быть застройщиком, потому что люди не любят застройщиков, потому что застройщики там что-то в парке, кто-то строил, ну то есть в категории похода отношения, претензий много, и мы вообще хотим, как и не называться застройщиком, быть больше к создателям, к архитекторам, к урбанистам, к людям, которые делают этот город лучше, и своими проектами делать лучше, и верить в Киев, и любить Киев, и в киевлянина, и там и рекламные компании, мы это все делаем, то есть это, я думаю, это вообще лучшая стратегия, самая мощная. Я напоминаю, подписывайтесь на канал, у вас есть замечательная возможность задать вопросы Паше, мы случайным образом выберем человека, оставившим комментарии к передаче «Большая рыба», и подарим ему вот этот замечательный стул, который стоит прямо в офисе банды. Стул стоит дорого, кстати, я думаю. к счастью, сто стоит дешево. Паш, это символ блога «Большая рыба». Класс. Держи, ты у нас сегодня «Большая рыба». Спасибо тебе за открытую беседу. Хорошо. Ну и успехов в вашей компании. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»!